Всем привет, с вами Маргарита Тихонова, и сегодняшний ролик я хочу посвятить, рассказываю о том, как я зарабатываю с помощью пассивного дохода. Сразу надо оговориться, что я не финансовый эксперт, рассказываю про свой опыт, но возможно в этом ролике вы найдете какие-то неочевидные способы заработка, и они вам будут полезны. С чего начать? Если уж мы сегодня говорим про пассивный доход, то надо сразу определить, какой доход считается активным. Считается, что есть активный и пассивный заработок, и для того, и для другого вида нужно прикладывать усилия. Пассивный это не значит, что вы будете лежать на диване, прям вообще ничего не делать, а деньги будут сами капать. Нет, активный это такой классический способ, да, когда вы ходите на работу, трудитесь там, получаете зарплату. Пассивный это доход, в который вы обычно вначале вот для него что-то сделали, вложились, и потом получаете такие как, ну, дивиденды. Есть разные способы увеличить свой пассивный заработок, я задумала еще это видео, потому что сейчас многие теряют работу, инфляция растет, и кажется, что тема, как еще можно заработать, она такая довольно актуальная. Я вот тоже подсобрала как-то так в одну заметочку все способы заработать, и решила их вам рассказать. Вообще, тема пассивного заработка меня давно интересовала, потому что я люблю всякие такие трикстерские штучки, и кажется, что это очень приятно, вложить мало усилий, да, и потом с этого что-то получать. Итак, что я использую вот на регулярной основе, что проверено на моем опыте? Я пользуюсь шестью разными способами. Первый, самый очевидный, начну с самого такого часто используемого, это вклады. Вклады, депозиты, это тоже считается пассивным доходом. Вы оставляете какие-то деньги на счету, банк ими пользуется, с помощью вас зарабатывает, вам за это отдает. Ставка, конечно, сейчас очень поменялась после всех событий, но, тем не менее, это тоже приятный такой бонус. В конце месяца, раз в месяц, мне приходит уведомление от Тинькова, что мне там насчислили проценты, и это приятно. Второй способ, который я использую, это реферальные программы и промокоды. У меня на канале, даже в описании каждого видео, было несколько сайтов, на которых у меня есть промокоды. Сейчас некоторые сайты ушли, например, промокод сайхерба я просто убрала, чтобы не сыпать соль на рану. Промокод нитологии тоже пока не стала публиковать, потому что программа, которую я придумала, мой фирменный курс в нитологии сейчас закрыт. Из-за того, что ушли некоторые соцсети у нас из страны. Но я думаю, что я их верну. Что я оставила? Промокод на мангострахование. Промокод на озон, мангострахование, например, мне около 20 тысяч рублей заплатили, потому что я сделала пару сторик, опубликовала, рассказала, искренне посоветовала всем моим знакомым собачникам этот сервис. Потому что в мангострахование у меня застрахована Биба, моя собака. Они мне за каждого человека, который пришел от меня и оформил страховку для своих животных, вот поделились денежкой. Очень было приятно. Такие программы с промокодами, с реферальными ссылками есть у почти всех крупных компаний. Они таким образом тоже расширяют свою аудиторию. Посмотрите, чем вы пользуетесь. Возможно, вам будет это удобно, полезно. Есть у всех банков, например, 100% у Тинькова, видела, опять же. Например, если вы приведете человека в Тиньков, и он откроет там ИП, то вы получите 3 тысячи рублей. По-моему, тоже неплохой бонус. Третий способ – это инвестиции, я их так называю, от ведения блога. Кто-то здесь может поспорить, сказать, что Марго, ты тратишь кучу времени на сториз, на посты, на рилсы, на ютуб теперь. Какой же это пассивный доход? Но для меня это, правда, часть моего образа жизни. Мне несложно делиться, я просто показываю то, как я живу, делюсь. И в качестве такого пассивного дохода мне прилетают разные предложения от рекламодателей. Я сотрудничала, мне кажется, уже где-то с 30 брендами, надо посмотреть, потому что я делала свой медиакит, и туда добавляла логотипы компаний, с которыми работала как блогер. И на тот момент, 2 года назад, там было уже где-то штук 20 брендов. Какие-то рекламы я не беру, кому-то отказываю, беру только то, что мне нравится. По-моему, это классная инвестиция. Я когда-то давно, еще в 2013 году, 2012, завела инстаграм, запрещенный ныне на территории РФ организации. И я сейчас получаю, у меня около 10 тысяч подписчиков, разные предложения. По ютубу пока не было, вы можете стать первым, поэтому ютуб-монетизация тоже возможна. На ютубе, если у вас больше 1000 подписчиков, вы еще и от самой соцсети постепенно можете тоже получать деньги, зарабатывать. У меня пока ютуб-монетизация не началась, тоже по понятным причинам она сейчас усложнена, но многие блогеры, например, которые живут за границей, они регулярно, прям каждый месяц получают деньги от ютуба тоже. А вот теперь несколько неочевидных способов, как это было у меня. Еще один мой лайфхак, как пассивно заработать, это сдача своей недвижимости компаниям, которые снимают фильмы и сериалы. У меня есть знакомая, которая плотно работает в кинопроизводстве, им постоянно нужны новые локации. Представляете, как много сериалов и фильмов снимаются каждый день, и если вы смотрите по телеку, не знаю, например, увидели какой-нибудь сериал, и там что-то происходит, какое-то действие в квартире, это чья-то реальная недвижимость. И мы с ним вот таким образом посотрудничали, моя квартира была добавлена в базу адресов, и там снимали у нас уже одну сцену. Платят за это хорошо, сцена длилась несколько минут, снимала команда ее 3-4 часа, и за это время нам заплатили 25 тысяч рублей. Мы просто поехали с собакой в парк погулять, отдали ключи, вернулись, ключи забрали. Все, никаких больше действий от нас не требовалось, они сами все организовали и оставили все, как было. У меня постоянно так снимает в своей квартире подруга, ее сериал продлили на несколько сезонов и снимают регулярно. И она получает прям хорошие суммы такие, и в конце месяца, в конце года, вернее, ей даже заплатили что-то вроде премии на какой-то легкий ремонт, какие-то там, может быть, что-то нужно подправить после съемок. В общем, она живет на эти деньги и прекрасно совмещает с путешествиями вот такой заработок. То есть она уезжает на время съемок и на эти деньги живет за границей. Еще один способ, он чем-то похож, это пересдача недвижки на время тех же отпусков, кто-то сдает свои машины. Я очень надеюсь, что когда-нибудь у нас в России также будет развита шеринг-экономика, как, например, в Скандинавии, в Стокгольме, в Копенгагене и в других городах. Я очень надеюсь на это, потому что это дико удобно. Я знаю, что в Америке, в Нью-Йорке, например, тоже очень принято и незазорно арендовать какие-то вещи. И там есть целые магазины, где люди сдают даже свою одежду. Например, человек уехал в теплые страны на зимовку, и в этом году ему не нужны какие-нибудь лыжные штаны, не знаю, куртка-пуховик, какой-нибудь костюм для сноубординга. Он это все сдает на сезон. Люди, которые один раз, например, едут куда-нибудь за город кататься на лыжах, они берут одежду в аренду, возвращают. Всем от этого хорошо, такой вин-вин. Один, экология не страдает от ненужных покупок, вы зарабатываете деньги. И человеку, который реально нужно, ну вот один раз какая-то вещь нужна надеть, ему не нужно покупать, искать и все такое. Очень надеюсь, что у нас это разовьется, и мы будем делать такое как можно чаще. Чаще, ну вот я пока пересдавала только квартиру из вещей, из машины, пока вот как-то не приходилось, но я всеми руками-ногами за. Ну и последний способ подзаработать лишних денег, который я использую, это разные партнерские программы. Как это может быть устроено? Допустим, вам сделали ремонт, и вам очень понравилось. Вы начинаете советовать эту бригаду, этих специалистов своим знакомым. Почему бы за рекомендацию, за привод людей не получать благодарность? Мне кажется, это очень честно, это прозрачно, и каждая такая помощь другому должна быть вознаграждена. Поэтому у меня есть несколько человек, в качестве услуг которых я полностью уверена. Я рекомендую, и потом, если от меня действительно был какой-то контракт, мне возвращают часть денег. Вы можете договориться на 5%, 10%, как вам удобнее, и также взамен просить, чтобы советовали вас. Это, по сути, такая упрощенная система, вот как делают компании, когда назначают промокоды, делают реферальные скидки. То же самое, только на таком межличностном уровне. Вы можете вспомнить всех специалистов, дизайнеров, врачей, мастеров бьюти-сферы, строителей тех же. Может быть, это какая-нибудь классная швея в ателье. Вспомните, короче, чьими услугами вы постоянно пользуетесь, и про какие вы постоянно рассказываете другим. Может быть, тату-мастера, на самом деле, все, что угодно. И приводите конкретных клиентов, помогайте. Также помогут вам. Очень приятно получать такие бонусы. И это такое, ну, действительно, что-то очень теплое. Ты понимаешь, ты помог человеку, он заработал денег, тебя поблагодарил. И хочется рекомендовать и советовать, и помогать другим дальше. Я по-любому забыла какие-нибудь способы пассивного заработка. Пишите в комментарии, что вы еще используете, и обязательно подписывайтесь. Также у меня есть видео про финансовую грамотность. Посмотрите его тоже. И до следующих видео.